Умовы на сборах супрацовников Следующего комитета практически такие же, как на военных сборах. На протягу четырех дней проживание в таких палатках. Внутри у всего по-спартанску, звычайные железные ложки у два ярусы. Хоть и мягчимостью находится в палатках, так само особливо нема. У 22-годины отбой, у 7 ранницы подъем, крыху особистого часа и постоянная учеба. Шмат кто-то из молодых супрацовников Следующего комитета закончил у грамадянской высшейшей научной установки по юридичных специальностях, недохоп террористичных ведов и практичного опыта для них значная проблема. Как мы организуем работу на местах происшествий, насколько мы профессионально и качественно себя поведем именно на этом процессуальном следственном действии. Настолько эффективно мы сможем расследовать уголовные дела и раскрывать преступления. Пять специальных учебных плясовок и две годины на выполнение каждого задания. Молодые лейтенанты признаются, с некоторыми ситуациями они никогда не сутокались. То есть порушение державной границы, те незаконные зобычи рыбы. Для следчих, які працуюсь у великих городах, тут усе новое. Да також на кожной плясовце организаторы, продовлетели шерох особливостей, разобраться у яких зусимня просто. Тем больше, что и задания рыхтовали соправданные профессионалы с великим опытом работы. Офицеры управления внутренних справ, комитета судовых экспертиз, инспекции по хове живойного и расследовательного света и непосредственно следчика комитета. Здесь очень много квалифицированных специалистов, собралось нашего высшего руководства, смежные службы, которые нам способствуют в этом. Достаточно интересно. Плюс здесь мы можем обменяться опытом. Штрафных баллов и станущих отзнаков подчас сбора не продовлетено. Уречься гэта неспоборництвы с прозовыми местами. Головная задача научить молодых супрацовников следчика комитета практичным навыкам при расследовании усих макшимых злочинствов. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомит».